Добрый вечер. Деньги на эту поездку мы взяли у ректора нашей сельскохозяйственной академии. Ну и пока он не хватился, ездим, выступаем, куражем. У нас в деревне выбор невелик. Либо пить, либо КВН. Так вот, мои ребята большие молодцы. Они научились совмещать. Александр Владимирович очень тонко, несмотря на то, что вы очень толстый. Так, ты мне еще поприрекайся. Почитай своего хозяина, помни свой долг. Нас ведет по жизни Бусидо. Огнем и водой крестил нас Мусаси. Что за Мусаси? Известнейший самурая, жил в 17 веке. Известнейший? А ты знаешь самурая поизвестней? Ладно, ехать надо. Где мой водитель? Я почему тебя постоянно ищу? Ты где вчера вечером был? На свидании. С кем? Так у меня же брат под барковкой сидит, я не говорил что ли? Ладно, поехали. Только это, в перекресток заедем? Зачем? У меня там вещи, а то в камере хранение на вокзале дорого. 500 рублей тянут. Ребят, первая лига, с чего начнем? Может, свинью законим? Так это надо Леню Киллера звать. Вот фотография. У свинота. Где она сейчас? В клубе бессонница. У свинота. Какие у нас новости в деревне? Ну я вот вчера Семеновича видел, он по деревне голый бегал. Я даже на телефон снял. Ты вместо того, чтобы его на телефон снимать, лучше бы ему дом тушить помогал. Показать есть что? Что по-китайски? Тихо. Мы долго думали, что такое КВН. И поняли, КВН это как роды у козы принимать. И весело, и вся семья идет посмотреть. А для вас у меня новость. Слыхали? Мишка, тракторист наш. Теперь как Юлий Цезарь. Что, может делать несколько дел одновременно? Нет, зарезали его. Зато ставка освободилась. И я взял себе работника, секретаря. Таня, выходи. Александр Владимирович, как вы классно командуете. Таня, выходи. Боря, помолчи. Боря. Александр Владимирович, было несколько звоночков. Во-первых, звонил преподаватель Тольяттинского электротехнологического колледжа. Кафедры ремонта и обслуживания оборудования. Представился, и у него баланс закончился. Затем звонил сторож со склада. Сказал, что по ТНТ пятый элемент идет. Ё-моё. Из детского садика звонили. Жаловались. Там ваш сын за завтраком всех детей чокаться научил. Ну и еще. Нам счет за телефон выставили. Не звоните вы больше в эту передачу, где спичку нужно передвинуть. Ну я же угадал, что мне делать со своим интеллектом. Ладно, Танечка, спасибо. Можешь идти. Вечером я за тобой заеду. А можно поконкретнее? Можно. Сяду в машину, заведу, подъеду к дому, припаркуюсь параллельно. Все, иди. Эх, нравится она мне. Посоветуйтесь, как ее добиться. Но здесь вам только женщина поможет. Спросите у своей бывшей. Видишь, Маша, не я прошу, коллектив просит. А если коллектив попросит с девятого этажа спрыгнуть? Ну ты же прыгала. Ну я вот с тех пор коллективу и не доверяю. Ладно, без тебя разберемся. Где мой водитель? Что у тебя с усами? На мотоцикле приехал. А где машина? Вон она. Так стоять. Ты что, мою машину разбил? Ну она же не ваша. Кредит же еще не выплачен. Повезло тебе, что есть у меня дела поважнее. Ребята, вы не видели Александра Владимировича? Александр Владимирович сейчас занят, я за него. Как зовут тебя, если тебе есть 18? Татьяна. Таня, Танечка, я ваш мячик в речке нашел. Очень смешно. Таня, давайте чисто гипотетически представим, что вы моя женщина. Ну допустим. Я буду исполнять все ваши желания. Скажите, брось работу. Все брошу, брошу работу. Скажите, иди с мужиками пиво пей. Пересилю себя, пойду с мужиками пиво пить. Скажите, иди по бабам шляйся. Закущу губу, но пойду по бабам шлясся. Ромео. А ведь я добрый, я хороший. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Это все из-за тебя, курица. За бабу тебя убью. Хорош, мужики, хорош. И вправду, что творим-то? На самом деле, мы очень дружная команда. Так, ну в рваном не солидно. Есть другой пиджак? Ух ты, интересно, чей? Ваш? Да. Дорогие друзья, в этой песне Майкл Джексон желает удачи всем участникам сегодняшней игры. Вот послушайте. Удачи всем участникам желаю я. Слышите, да? А еще? Он поздравляет всех с майскими праздниками. Вот слушайте. С майскими праздниками всех поздравляю. Слышите, да? Какой молодец. Все подметил. На сцену приглашается наш председатель. Золотой души человек. Примерный семьянин. Скажи еще, что у меня есть грамоты от районной администрации. Александр Владимирович Ланин. А ведь я добрый, я хороший, но как мне ворочек. Добрый вечер. Организаторы мероприятия, конечно, молодцы. Поставили полуфиналы на середину сентября. У нас как раз самый разгар уборочных работ. Вы уж нас извините, мы немного не успеваем, надо лук отсортировать. Так что, Вить, давай, вываливай. Давайте быстренько. За в складом попросила. Ну, куда с жопками-то кидаешь? Жопки-то обрывай. Ну, не дави по саму ваську. Лука совсем не останется. Ладно, сортируйте. Я пока узнаю, какие у нас новости. Где мой секретарь? Танечка, зайдите. Так, наверное, не услышит. Таня! Танюха! Да, Александр Владимирович. Какие новости? С утра звонили из химчистки. Сказали, что ваши вещи течением унесло. Затем звонил ревизор. Сказал, скоро приедет, суетите бабки. В обед звонили из дома культуры. Там курить запретили. Эх, на недельку бы пораньше, видишь, не сгорел бы. Ну, и под конец дня звонили с поля чудес, просили забрать приз. Может, лучше деньги? Приз! Приз! Так, ладно. Приз. Ладно, пойдем, Танюш. Смотрите, это же Николай Ильич, директор агрохолдинга. Неужели он вместе с нами лук перебирать будет? Николай Ильич! Вот, настоящий руководитель. Кстати, о руководстве. На следующей неделе министерство с проверкой едет. Так что нужно будет из коров надпись выложить. Добро пожаловать! Только проследите, чтоб коровы не расходились. А то получится, как в прошлый раз. Бэмяк, 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 бэмяк. Кстати, а где мой водитель? Я одинокий волк, страдаю без тебя. Видали, как я ее по папке шлепнул? Видал, что это? А, это я за гаражами нашел. Теперь-то намного удобнее ездить будет. Все, поехали. Ой, что вы постоянно это поехали, поехали. Давайте хоть раз пешком прогуляемся. Так, что с машиной? Пешком полезно ходить. Вот машина пешком не ходила и умерла. Так все, мне это надоело. Ты уволен. Уволен. Пошел вон оттуда. Вы-то не лучший. Месяц назад вас просил сдать отчеты по уборочной. Ни один не принес. Я что, за вами должен бегать? Догоняйте! Так стоять. Поиграться решили. Хорошо. В какой руке зарплата? В это? Не угадал. Месяц без зарплаты. Весело, ржом. Это маленькая за мной. Он не любит ничего. Никто не останется без зарплаты. Ух ты, а что ты вырядился? Помирать собрался? Наоборот, новую жизнь начинаю. С Москвы директива идет. Скоро я буду председателем. Конкуренция? Хорошо, пусть все решит жребий. Подкинем монетку. Если решка, ты председатель. Если орел, я председатель. Я хочу быть орел. Хорошо. Если орел, ты орел. Если решка, я председатель. Что-то не нравится мне это. Предлагаю более распространенный способ. Дебаты? Дебаты. Здорово тебе! Здурел, что ли? Зачем тебе это председательство? Давай как раньше водителем будешь. Дело ты свое знаешь. Не хотел власти. Хорошо. Назначаю тебя заместителем по управлению транспортом и перевозке председателя. Круто. Слышали, я заместитель. Ты в шляпе битнамска, я заместитель. Хватит. Дорогие друзья, в России, как известно, две беды. Дураки и дороги. А в сельском хозяйстве все иначе. У нас дорог нет. А дураки – это наше счастье. Потому что кто еще за такие деньги работать будет? Сборная сельскохозяйственной академии. Спасибо. Александр Владимирович пригласил на свидание своего секретаря Таню. Уже полчаса прошло. Походу Таня не придет. Позову-ка я Машу. А то что вечеру пропадать? Алло? Алло, Маш, ты где? Я в душе. Не хочешь со мной в ресторан сходить? Ну, не знаю. Алло, Тебя дашь дома. Вы уж извините, мне нужно звоночек сделать. Вы позвонили в такси Махмуд. Хотите заказать машинку? Нажмите отзыв. Так, Махмуд. Это я. Александр Владимирович, что случилось? Подъезжай к ресторану Санта-Барбара. Ну, я сейчас немного занят. Так, ты хочешь новую вонючку в машину или нет? Это за тебя за мной. Только апельсиновую. Что нужно делать? В общем, я пригласил на свидание Таню. Думал, она не придет и позвал Машу. В итоге они обе здесь. От Маши нужно как-то избавиться. Понял. Ты нормальный, нет? Понял. Так, убери это. Избавиться? В смысле, как-то отвлечь, развлечь. Иди, она там наряжается. Возьми ее на себя. Друзья, Танечка, извините, чуть не забыл. У меня для вас презент. Отгул? Как мило, спасибо. На сегодня. Александр Владимирович, вы знаете, я так рада, что вы позвали меня в такой дорогой ресторан. Да ну вы что, у меня везде свои люди. Вон, видите, дедушка посуду моет. Батя мой. Ну, закажем что-нибудь. Я уже обо всем позаботился. Официант Тихоокеанский Каприз. Сайра? С луком и кирешками. Господи, что за бред? Вы знаете, я лучше пойду. Это же деликатес, Танин. Машенька, а я уже обо всем позаботился. О боже, это что, Тихоокеанский Каприз, вы сумасшедший. Махмуд, вы, конечно, меня извините, но вообще-то в этот ресторан меня позвал Александр Владимирович. Ой, зачем вам этот Александр Владимирович? Он же старый. Ну и что, я люблю зрелых мужчин. Так он уже перезрелый. Он из тех, что с веточки на землю упал, и нижняя половинка уже испортилась. Кстати, Машенька, а вы любите детей? Да. Просто у Александра Владимировича их двое. Двое? А жен любите? Так, Махмуд, хватит. Давайте лучше что-нибудь закажем. Например, свинину. Ой, я свинину не ем. Я мусульманин. Может, лучше говядину? Я говядину не ем. Я доярка. Извините, вам от соседнего столика просили передать. Проваливайте отсюда. Что? Мы будем жаловаться. Что такое? Танечка, извините за это недоразумение. Просто, честно говоря, я думал, вы не придете. Я сначала тоже так думала. Но когда увидела 80 пропущенных звонков и смс Таня срочно приходить и на меня напали, решила, надо идти. И правильно. Кстати, вы кино любите? Конечно. Тогда слушайте. Белый снег, серый лед, на расплескавши. Извините. Что такое? Александр Владимирович, Маша прекрасная девушка. Я больше не могу ее обманывать. Я скажу ей всю правду. Так, Махмуд, этого не нужно делать. Я думаю, еще две вонючки и новое литье решат этот вопрос. Так ты обнаглел, какое литье? Хорошо. Маша! Таня! Александр Владимирович, что здесь происходит? Он пригласил тебя лишь потому, что думал, что Таня не придет. Что? Дорогие друзья, в чем, собственно, мораль этой истории? Да, мне тоже очень интересно. А в чем же мораль? А мораль в том, что... Нет здесь никакой морали. Он нас обеих обманул. В том, что я хочу быть с Таней, а буду с Машей. Я так-то все слышу. Нужно сопоставлять свои желания. Мое желание, кстати, вонючка, она будет? У меня нет, я не понял. Так хватит. Сопоставляйте свои желания и возможности. У нас есть и желание, и возможность приехать сюда снова. Из окна самолета мы смотрели на землю, и такой плодородной казалась она. От Байкала до Волги, сто тысяч кикарам, от Байкала до Волги, сажать и сажать. Из Иркутска в Париате мы приехали снова. За возможность вернуться, все готовы отдать. Все готовы отдать. Сборная сельскохозяйственной академии. Спасибо.